Благодаря показаниям американо-ливанского бизнесмена Джорджа Нейдера, спецпрокурору Мюллеру, удалось узнать, что один из членов переходной команды Трампа непосредственно перед инаугурацией пытался наладить канал связи с Кремлем. Для этого сам Нейдер организовал на Сейшелах встречу основателя американской частной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Более того, Нейдер сам присутствовал на встрече, что полностью противоречит показаниям, которые Эрик Принс давал Комитету по разведке палаты представителей. Принс утверждал, что встреча была случайной, длилась она 30 минут и представляла собой частную беседу за кружкой пива. О том, что показания Принса не стыкуются с информацией, добытой спецпрокурором, конгрессмены подтвердили. Во время интервью по российскому делу мной и конгрессменам Шифом был задан Принсу прямой вопрос, с кем он встречался на Сейшелах. И он ни разу не упомянул имя Джорджа Нейдера. Если он действительно встречался там с Нейдером, то получается он лгал под присягой. Сегодня в Конгрессе показания даст еще один свидетель расследования, член штаба Трампа Кори Ливандовский. И республиканцы Комитета по разведке говорят, что возможно это последний свидетель в этом деле. После показаний Ливандовский они готовы будут приступить к составлению итогового отчета. В то же время демократы Комитета утверждают, что нужно допросить еще с десяток свидетелей и сделать немало число запросов. В частности, они говорят о новых фигурантах дела Сэмми Нунберге и том же Джорджи Нейдере. А вот спецпрокурор Мюллер не собирается сворачивать расследование и похоже это сильно волнует Дональда Трампа. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на анонимные источники пишет, что президент интересовался у Райнца Прибуса, своего бывшего главы аппарата. Хорошо ли с ним обращался спецпрокурор во время допроса? Кроме того, Трамп просил своего юрисконсульта Дональда МакГена написать опровержение информации о том, что просил уволить спецпрокурора Мюллера. Источники издания утверждают, что МакГен ответил президенту, что не будет этого делать, потому что Трамп действительно просил его уволить Мюллера. И самое интересное, что об этих двух эпизодах Мюллер знает, и это заставляет его усиленно изучать другие факты общения Трампа со свидетелями в российском деле. Тем временем, Белый дом вынужден комментировать историю об интимной связи Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс, которая на днях подала иск в суд. Она хочет рассказать все подробности их отношений в 2006 году и утверждает, что договор о неразглашении, который был составлен накануне выборов, не имеет силы, потому что сам Трамп его не подписал. Послушайте, президент прямо и ясно дал понять, что все эти обвинения ложны. Дело уже выиграно в арбитаже. Все остальные вопросы вы можете задать адвокату президента. Выигранное дело, о котором говорит Сандерс, не имеет отношения к иску Дэниелс. Это другой иск, который был рассмотрен частным арбитражным судьей по ходатайству адвоката Трампа Майкла Коэна. Коэн, который все это время действовал от имени Трампа, но якобы без ведома президента, хотел заставить Сторми Дэниелс следовать заключенному ранее договору о неразглашении, в котором, кстати, и была прописана возможность обращения для разрешения возможных споров к частному судье. Отметим, что решение в пользу Коэна носит временный характер, так что Сандерс явно поторопилась объявить о победе. Синэнс Элайс на свои источники сегодня пишет, что президент был крайне недоволен, как его пресс-секретарь прокомментировала эту историю. Ему не понравилось, что Сандерс своим ответом впервые от имени Белого дома подтвердила существование договора о неразглашении и фигурирование в нем Дональда Трампа. Кроме того, по мнению президента, она вместо того, чтобы займять историю, только помогла ей разгореться с еще большей силой.